У Хонниках начинается будовництво еще нескольких жилых домов. Подея, которая в великих городах никого не удивляет, для этого райцентра имеет великое значение. В результате это свидетельствует отражение и наявность перспектив. А они тем более приемные, что частка-квартир призначена для шмодзетных семья. С разведением Хонницкого района ознайомился Олег Сентюров. Все лета Полецкий творческий участок акционерного товариства «Мелковито» означает 35-годовый юбилей. У этого предприемства не просто лес, створенное на передаче чернобырской катастрофы, и оно могло спонять свою деятельность практически одразу после открытия. Об этой стороне истории тут добропамятность и сегодня, але больше кажутся об зробленном и планах на будущую. За пошние 7 годов на участку реализовали два масштабные инвестпроекты. Открыли цех по вытворчасти сухой молочной сыроводки, могутностью 500 тонн в сутки. Ранее наличалось отходами вытворчасти, плюс провели реконструкцию сырорубчика цеха, что дозволило повеличить выпуск сыроводки четыре раза. При этом упор зарабили на так званые твердые гатунки, які лечатся элитной продукцией. Мощность переработки сыродельного цеха достигает до 320 тонн в месяц. И основная часть из них – это выработка элитной группы. 120 тонн в месяц мы делаем элитной группы. Основная часть из них ориентирована на продажу, на экспорт за пределы Республики Беларусь. Нельзя сказать, что в Хонниках уже достигнули вершин своего развития. Местовые же хоры кажут, что этот город – саправды, свородный для життя, але называют целый спис объектов, які б жадали у имбаджи. Церот найбольше чекаемых бассейн, что ты честа доброго парадкования хонников, то за почные 10 годы тут саправды зроблено шмат, уключаючи приведение у парадок знаковых для райцентра историчных мест. На початку 20-го года это место было центром культурного життя «Хонник». У садибе проходили балы, а разбитый на вокал парк с фонтанами уражил свою прогожусью. С часом все это пришло в Занепад, але в 2010-м году тут провели масштабную реконструкцию. Теперь это снова одно из любимых мест от починка городжан. Удел о нарядении парадку примают усе организации хонницкого района, але местовый лесгаз можно однести далеку лидеров. Минавитое предприемство забеспечивает город необходимыми для посадки древами. Всего лета их колькость достигнет 1700, утрая больше, чем летость. Что-то с основной деятельности, то об ее эффективности можно нарковать по таким факте. Середняя зарплата работников лесгаза перевысила 1000 рублев еще в минулом году. У ТМЛИКу дякувачит строгое доступление на кожном проционном месте. Камеры стоят только все на опасных объектах, где-то что-то. Мы не просто контролируем, кто пришел на работу, мы контролируем рабочий процесс. То есть станки, оборудование, где повышенный риск травмирования. Это как-то более-менее дисциплинирует рабочих, совсем по-другому себя ведут. Еще недавно в этой части города была пустая, сегодня тут находится новый микрорайон, который постоянно повеличивается. В этот день, чекая Новоселову, еще один дом. На двух участках будильництво только начинается, а я уже зараз вядома, тут будут жить молодые специалисты и шмадетные семьи. Олег Сентюров, Юрген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Сходник. Субтитры создавал DimaTorzok